Всем хорошего настроения! В своем предыдущем видео я показывал вам все свои шарниры к точилкам, которые я сделал своими руками из элементов, которые я заказывал на сайте Алиэкспресс. Все эти шарнирные механизмы имеют один общий недостаток, это трение штанги о шарнир. И вот я придумал свой новый шарнирный механизм к точилке, который уже исправлен и не имеет этого недостатка, поскольку здесь стоит уже линейный подшипник, по которому двигается штанга. И скольжение плавное и очень приятное. В своем предыдущем видео я протестировал этот шарнир, я заточил свой кухонный нож и сделал вывод, что это мой лучший шарнир, и я оставлю этот шарнир уже у себя на точилке вместо своего родного шарнира, который я немного доработал. Но также я говорил, что в процессе заточки я увидел то, что можно сделать еще лучше в этом шарнире, и как его немного усовершенствовать. И говорил, что покажу в одном из своих следующих видео то, что я придумал. И вот оно, это видео. Купил я вот немного запчастей. Это все покупать не надо, я потом покажу, просто несколько вариантов покажу, а вы для себя определите самый оптимальный. Но те, кто решит оставить вот этот шарнир, будут также правы, поскольку в процессе заточки никакого недостатка я не прочувствовал. То есть, очень комфортно работать с этим механизмом. Можно немного его усовершенствовать вот с этих элементов, то есть, ничего уже не покупая, я сейчас покажу, а можно купить вот все эти элементы. Давайте я сначала установлю точилку, немного расскажу вам, как усовершенствовать вот этот механизм, а потом покажу свой новый доработанный механизм. Вот так. Итак, во-первых, хочу показать, что нужно изменить вот в этом шарнире, если вы вот решили себе оставить вот такой, чтобы он был более универсален и лучше, еще лучше. Во-первых, поменяйте вот этот болт. Не нужно использовать болт, лучше использовать барашек, поскольку прижимать нужно хорошенько. Есть вероятность, что вы ударите бруском, вернее, не бруском, а держателем по вот шарике, и шарнир сдвинется с места, и тогда вам нужно будет обновить угол. То есть, еще раз его выставить, поскольку он собьется. Вот так. Поэтому лучше использовать вот здесь барашек и хорошенько прижимать к штанге этот шарнир. Это первое. И второе. Если вы просверливаете отверстие так, как я, вот параллельно, тогда, когда вы устанавливаете шарнир, и если вы там решите что-то затачивать под большим углом, я не знаю, я-то ничего не затачиваю, но, возможно, кто-то будет затачивать что-то там под 50 градусов, тогда шарнир будет двигаться вот по нижнему краю, и разнос уменьшается. То есть, уже меньше разноса у вас будет, и нож вы сможете заточить без какого-то дискомфорта короче. И чем ниже вы будете опускать, тем больше будет разнос, и, соответственно, больше нож вы сможете заточить. Но в большинстве случаев все затачивают ножи, там, в пределах, пускай 25-40 градусов. Даже я всегда затачиваю где-то там 25-35 градусов, вот так. Ну, кто-то, возможно, и 40 затачивает, поскольку охотничьи какие-то ножи и так далее. Поэтому это будет движение, вот 20-40 градусов, это в пределах вот таких где-то будет. И здесь вы какого-то дискомфорта не прочувствуете в этом шарнире. Но можно сделать еще лучше, это просверлить вот это отверстие под каким-то углом, и тогда у вас этот шарнир будет двигаться вот так, в этих пределах, и практически всегда он будет двигаться по центру. По центру, поскольку это небольшой такой будет разнос, 20-40 градусов. И у вас какого-то дискомфорта даже с вот этим шарниром не должно быть, и разнос будет максимальный. Вот так. Это то, что можно изменить вот в данном шарнире. Но есть еще один вариант. Если вы все же решили воспользоваться моей второй идеей, давайте посмотрим, что я придумал еще. Вот, купил я на Алиэкспресс вот такие запчасти. Это тот же шарнирный механизм на 12, только уже резьба идет внешняя, а там была внутренняя резьба. Также вот такой элемент. Кстати, вот это отверстие должно быть на 12 под вот этот болт. Но я не нашел такого отверстия, поскольку если здесь 6, тогда максимум здесь 10. Вот то, что я нашел. Поэтому мне придется либо расферлить вот здесь отверстие немного, либо убрать немного резьбу и сделать ее в таком, как бы, трапеции, чтобы была. Она будет рабочая, здесь закрутится гайка, и все останется так, как есть. Но вот просто немного снять грани. Но я не знаю, как это сделать в домашних условиях. Это нужно как-то наждачной бумагой разве что работать. Но мне это как бы не по душе, поэтому мне проще расферлить вот здесь отверстие, сделать его немного больше, и уже будет вставляться данная резьба. А также есть у меня гайка, есть такой же линейный подшипник, и есть два барашка. У них есть один секрет, я вам сейчас его покажу. Но сначала я расферлю здесь отверстие, и покажу вам вот несколько вариантов, которые можно собрать с всех этих деталей. Одну секунду. Итак, сделал я здесь отверстие. Правда, сделал его я не 12 мм, так как вот здесь, а 11,5 мм. То есть, взял сверло 11,5 мм, сделал отверстие, это алюминий, сверлился легко. Боялся, что будет мешать вот этот разрез, но нет, ничего страшного, все просверлилось очень легко. И потом, после сверла 11,5 мм, я немного рассверлил его. И получается, вот вставляется наш шарнир в этот механизм. Что нужно покупать для того, чтобы сделать этот шарнир? Во-первых, это линейный подшипник. У меня он 6 внутри, поскольку я делаю этот шарнир под точилку Rixin Pro 4-го поколения. Там штанга диаметра 6. Потом, вот этот шарнир, это 12 на 12. Он, этот шарнир, в принципе, такой же, как вот в том предыдущем варианте, только здесь внешняя резьба. И этот шарнир 12 как раз под внешний диаметр вот этого линейного подшипника. И также вот этот механизм также нужно купить. Правда, я не нашел 12 на 6, нашел 6 на 10, поэтому рассверливал его. И все, в принципе, больше ничего не надо, поскольку здесь есть вот болты под шестигранник. И этими болтами можно прижать и сам шарнир, вот этот шарнирный механизм, и прижать весь шарнирный механизм к точилке, поскольку здесь также отверстие 6. Вот, есть болт. Но можно сделать проще. Можно, например, вот этот шарнир прижать с помощью гайки, чтобы определить, вот какой вам надо будет уклон. Вот так. А вот к точилке, чтобы было проще и не надо было брать постоянно шестигранник, выкручивать вот здесь винт, можно использовать вот такой барашек. Он с секретом. Секрет в том, что здесь переставляется вот этот барашек. И когда барашек куда-то упирается, вы сможете опять его переставить, например, вот так, и подкрутить. И это мне очень понравилось, кстати, в барашках. Это два одинаковые, просто разные цвета. Давайте выкрутим вот этот винт. И все же, я думаю, будет удобнее с барашком подкручивать, чем постоянно пользоваться винтом. Давайте еще кое-что сделаем. Не на ту сторону поставил. Вот так должно быть. И можно еще что сделать, это обрезать вот эту лишнюю резьбу и зажимать с помощью вот этого болта, чтобы не накручивать вот эту гайку, которая нам будет мешать прижимать. Это также можно будет сделать. Но сейчас мы рассмотрим просто сам вариант. Какой есть вариант с минимальными, как бы, доработками. Давайте поставим барашек. Вот так. И нужно приклеить наш вот этот линейный подшипник к шарнирному механизму вот этому. Это мы сделаем с помощью суперклея. И оставим немного, пускай подсохнет. Итак, я поэкспериментировал, попробовал и решил для себя, что вот этот вариант с использованием вот этих барашков будет самым, как бы, удобным и максимально идеальным для меня. Поэтому, поскольку я делаю этот шарнир для себя, я сделал вот так. Также вот под эти барашки я подложил шайбы, они с резинками. Эти шайбы продаются в любом магазине, где продаются винты под металлочерепицу. Вроде бы так, они там используются. Я когда-то купил, у меня есть эти шайбы, и поэтому я поставил сюда, чтобы фиксация была не жесткая, а вот такая с элементом пружины, чтобы лучше прижимала. Ну вот, этот механизм. Давайте поставим его на точилку и попробуем протестировать. Ну а теперь давайте попробуем, что у нас получилось. Устанавливаем наш шарнир на точилку. Здесь мы прижимаем наш шарнир и устанавливаем его с помощью вот этого барашка. Прижимаем вот так. Так зажимаем. Потом поправим. И что я хочу сказать. Единственное преимущество вот данного шарнира перед вот этим предыдущим шарниром в том, что в этом шарнире мы можем определять движение штанги по центру. Здесь же оно уже как бы не меняется. Вот что я имею в виду. Если вот мы выставим вот такой угол, даже небольшой, у нас идет движение, вот идет по нижней точке. То есть центр вот здесь движение, а мы двигаем вот здесь. Как это нам помешает? Помешает нам это только в одном случае. Если мы будем затачивать какой-то очень длинный нож. Но как показала практика, даже при заточке длинных ножей, таких как шеф-нож. Я правда не шеф-нож, затачивал немного короче нож. Но в принципе у меня не было никакого дискомфорта. И этого движения даже в нижней точке хватало. А можно сделать еще лучше. Это просверлить под каким-то углом здесь. И тогда мы будем приблизительно двигаться всегда по центру. И в принципе можно ставить вот этот шарнир. Но если вам чего-то не хватает, и вы желаете вот затачивать ножи под какими-то большими углами, и вам нужно будет подбирать этот все же центр. Поскольку если вы затачиваете в диапазоне 20-40 градусов, можно совершенно спокойно пользоваться и вот этим шарниром. Но если вам нужен больше диапазон, тогда делаем вот такой шарнир. И здесь есть преимущество. Мы определяем уже движение. Вот отпускаем вот этот черный. Ой, одну секунду. Вот есть здесь барашек. Мы его отпускаем. И уже сможем определить угол наклона. То есть даже если мы сделаем вот такой. Сейчас отпускаем. Большой-большой какой-то угол. И пожелаем заточить. Мы сможем подобрать движение по центру. Здесь же такого не будет. Если мы сделаем такой большой угол, у нас уже вот минимальная получается возможность заточки. Ладной нож, я думаю, можно заточить. Но что-то подлиннее, какой-то кухонный нож, уже будет тяжело. Если мы не сделаем здесь отверстие под каким-то уклоном. А здесь же вообще нет проблем, поскольку мы сами определяем. Сейчас отпускаем. Определяем вот этот уклон. Так вот, например, вот это центральное движение. Прижимаем вот здесь. И все. Затачиваем нож. Что касается движения, все тоже. То есть все плавно, хорошо и без каких-либо проблем. Что я себе оставлю? Вот этот или вот этот шарнир? Поскольку в большинстве случаев я затачиваю только в диапазоне, там, например, 25-35 градусов ножи. Мне, в принципе, хватит и вот этого шарнира. И, наверное, мне вот этот как бы и лишний. Но какой я себе оставлю и буду пользоваться вот этим или вот этим, я еще подумаю. То есть я попробую вот этим, попользоваться вот этим. И оставлю какой мне будет более комфортный. Здесь мне больше нравится принцип как бы прижатия, наверное. И он как бы проще, он дешевле. А здесь для тех, кто затачивает в большом каком-то диапазоне и нужно подбирать отверстие, вернее движение по центру. Вот такой вывод. Какой для вас лучше шарнир, это уже решать вам. Напишите, кстати, какой вам больше нравится. И еще, это, наверное, все же идеальный шарнир без недостатков. Да, это, конечно, относительно. Это относительно всех тех шарниров, которые есть у меня. Нет предела совершенству. И не исключено, что в дальнейшем я придумаю еще что-то лучше и переключусь на какой-то другой шарнир. А пока буду использовать вот эти, поскольку мне, в принципе, все нравится. Что в этом шарнире, что в этом шарнире. Для моих целей подойдет и один, и другой шарнир. Вот такой мой идеальный шарнир, который я придумал к точилке Ruixen Pro 4-го поколения. Подойдут они и к другим точилкам. Просто если у вас другой диаметр штанги, подбирайте уже линейные подшипники и все остальные элементы под вашу точилку. На этом все. Надеюсь, видео было полезно для вас. Всем хорошего настроения. До свидания.